Город Росарио И в этот раз ему было не в новинку стать частью еще одной значимой мировой истории, дав старт ралли-марафону «Дакар-2014». 5 января город наполнился рычанием моторов, смешавшимся в воздухе с возгласами прибывших со всего света гонщиков. Они готовы к тяжелейшей борьбе, которая растянется на выматывающие беспощадные 14 дней. Среди них 4 экипажа под березовым флагом Казахстана. Три экипажа Айдым Рахимбаев и Владимир Демьяненко, Денис Березовский и Игнат Фальков, Бауэржан Исабаев и Габдула Ашимов в зачете внедорожника. И один экипаж Артур Ордавичус, Алексей Никижев и Радим Капланок в зачете грузовиков. «Да, на самом деле именно здесь начинается Дакар, именно в этих кабинках 28 штампов и печати и подписей, именно здесь начинаются Дакары. Сегодня здесь концентрированы самые лучшие технические специалисты и специалисты своего дела в области организации мировых гонок». «Да, здесь мы проходим медицинскую проверку, страховые полюсы, группа крови. Рисков много, поэтому это необходимость та, которую требует организатора». «Это самый главный технический комиссар и директор гонки Дакар. Этот человек решает все, поэтому нужно дать ему подвижность». «Спасибо, Калин. Спасибо, Калин». «Спасибо, Калин». Им предстоит пройти более 9 тысяч километров песчаных дюн. Скользких камней, лесных троп и горного серпантина. Из них 5 тысяч километров в боевом режиме, зубами вырывая каждую минуту и каждый километр у соперника. «Дакар» – это большое испытание. Для меня это заглянуть за грани своих возможностей. Столько людей, такая масса людей, болеют одной болезнью – «Дакаром». Гонщики надеются на лучшее, но боятся делать прогнозы. Стандартный ответ на вопрос об ожидании. Поговорим об этом в «Альпараисо». Впрочем, и этот ответ можно считать достаточно амбициозным. «Дакар» покоряется не всем, и далеко не все участники встретятся в конечной точке. «Все знают, что легких «Дакар» не бывает. В этом году очень сильные ребята собрались в категории грузовиков. 30 реальных претендентов на пробежку. Больба должна быть настоящая, профессиональная». «Дакар» – всеми признанная Олимпиада автомобильного спорта. Но те, кому удалось там побывать, остерегаются сравнивать. У «Дакара» абсолютно свой, не подвластный объяснением и расчетам дух. Эти 14 дней по праву могут считаться серьезным этапом в жизни каждого гонщика. Испытанием, где его на прочность проверяли все стихии. «Был очень трудный день для всех, и для экипажей на внедорожниках, и особенно на грузовиках, потому что дорожки узкие и очень маленькие, и за счет камней они скользкие. На внедорожниках можно было...» Да были такие, кто улетал с трассы, но мы их уже не видим и не знаем, что с ними. Они в турнирной таблице пропали и все. Огромные камни там между них ездят. Я не знаю, как грузовики в конюрнику идут. Но машина в легковые непросто. Жесткий «Дакар» в этом году. Земля Аргентина и Чили подготовила немало сложностей всем участникам гонки. И казахстанские экипажи ощутили это на 100%. Организаторы выстраивают этапы маршрута так, чтобы в несколько первых дней отсеялось большинство. Вкатка проходила по горному массиву, где высота над уровнем моря измерялась тысячами метров. Для того, чтобы мчаться на пределах скоростей по серпантину, нужно иметь поистине стальные нервы. Горам привыкнуть сложно, потому что это эмоционально сложно. Там обрывы, скользкая дорога, очень узкие проезды, временами там по карнизам. Страшно было. Отвесы, скалы. Каждый раз, когда машину заносят, мы понимаем, что иногда из четырех колес одно колесо зависает. Автомобили то и дело застревали в песчаных дюнах. А гонщики бывали наказаны за излишнюю амбициозность с пробитыми покрышками. Камни раскалывали практически. Не просто рвали резину, а они раскалывали ступицы. Каждый день нам преподносятся сюрпризы, и этот день не обошел стороной. В зоне нейтрализации мы заметили, что у нас очень серьезная течь топлива. Оказалось, что топливный бак треснул пополам. Заставили мы в едной веснице перед стартом, а люди были так охотни, что нам дали какие-то бечки на нафту. Вычерпали мы с того, что в том было, а та сбила. Мы взяли этот бак вверх, вытягивали его до заду за авто. Есть колеса с мотоцикла, с машины. Местные жители болеют за гонщиков с присущей аргентинскому народу страстью и вовлеченностью. Впрочем, это и неудивительно. Ведь никто не может оставаться в стороне, когда в двух шагах вершится история мирового автоспорта. Это первый спецучасток, там около 160 километров. Мы его только стартанули, и через 5 километров брод через реку. Ну, достаточно много воды, ну так, на вид, наверное, сантиметров 40-50. Перед нами прошло уже около 30 грузовиков. И нырять там по каналу, где все проезжают, ну, имеется в виду по следам, достаточно опасно, потому что, скорее всего, глубоко. Обычно берешь там чуть правее или чуть левее. Мы взяли левее вниз по течению, а там оказалась яма. И воды в машине плеснуло выше капота. А вокруг зрителей, толпы зрителей, как раз это место, где все броды, они там собираются, не знаю, сотни человек. Что делать? Я говорю, ну, разматывай веревку, сейчас будем ждать, спросить какой-нибудь грузовик, чтобы выдернул. Потому что машина назад идет, но это хуже, а вперед выйти не можем, подмывает песок, вода сильная. И тут местные включаются в процесс, хватают эту веревку, один, второй, третий, давай дергать. Я говорю, Игнату, давай там синхронизируй движение. Ну и, в общем, большое удивление, да, эта трехтонная дурак, засевшая в песке в реке, да, там на эту веревку до последнего сантиметра, ну, 15 метров, да, там, туда человек 30, наверное, налепило. Сначала там 10, потом еще, 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 все свободные места расцепили, и давай, 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 короче, машину из реки вытащим. В команде «Астаны» аргентинские болельщики отнеслись особенно тепло. Наверняка распознав схожие черты обоих народов, радушное гостеприимство и безграничную самоотдашу. «Астан. Ягдинка!» «Астан. Ягдинка!» «Астан. Ягдинка!» Еще на начальных этапах гонки и погода преподнесла сюрприз Два дня лили проливные дожди Как следствие образовавшиеся промойны, которые не внесены ни в одну дорожную книгу гонки Очень много изменений, я все это часу ночи вклеивал эти изменения Потому что очень много, в сравнении с тем, когда писалась трасса, прошли дожди И много промоин, рытвин, канав новых появилось, которых ранее не было Предугадать и подготовиться к прохождению такого участка практически невозможно Скорости слишком высоки Именно это сыграло злую шутку с грузовиком Артура Ордавичуса в один из дней гонки Его автомобиль перевернулся на трассе Скорее всего у нас ход, потому что очень сильно свернуло раму И те крепления, которые держат двигатель Они все выбиты Сдвинут каркас Там техкомиссия не гастет Многие говорили, что член экипажа казахстанского грузовика Родин Капланок родился в рубашке Стекло автомобиля рядом с его сиденьем было выбито полностью И во время переворота в его окно сыпался песок, перемешанный с острыми массивными камнями После такого четко понимаешь особенность Дакара Победить не главное Главное остаться в живых Сегодня был для нас отличный день Мы прошли его очень хорошо, без потерь Завтра нам обещают очень быстрый день, самый быстрый в Дакаре Скорее всего завтра очень многие отсеются Потому что сейчас уже в темное время прибывают экипажи Но стихия огня приготовила, пожалуй, самое жестокое испытание для казахстанского экипажа внедорожника Бауэр Жана Исабаева и Габдуллы ошибок Резина, вторая, которую мы поменяли Она была горячая И из-за ветра она загорелась Второй день Дакар На 310-м километре машина у нас воспламенилась Воспламенилась из-за того, что мы пробили правое колесо Заднее И когда заменили его Вроде бы никаких признаков дыма, огня не видели Разогретое движением колесо начало тлеть А жаркий ветер пустыни Небольшое тление вмиг превратило в пожар Члены экипажа заметили полыхающий огонь И на скорости в 150 километров в час Сумели остановить автомобиль И как можно быстрее выбраться из него Из-за медики на течение двух минут Подлетел вертолет И ТН-лобиль сидел там И он нас всячески успокаивал Внедорожник сгорел до пла за короткие 10 минут И четверть борцов за Казахстан Вынуждены были покинуть гонку Обидно то, что мы не допускали никаких ошибок В качестве пилотирования, навигации И тут такая досада Но это нельзя предугадать Многим гонщикам мешал нераскаленный воздух пустынь А его отсутствие во время прохождения высокогорных участков Автомобили, работающие на бензиновых двигателях Не могли вытягивать скорости выше 50 километров в час Сегодня у нас горы, был марафон 546 километров И мы два раза поднимались в течение спецучастка на отметку 4100 метров Атмосферный бензиновый мотор не едет Потеряли много времени Весь наш класс с турбодизельными моторами нас обставил просто как стоячих Обидно, досадно Но в принципе проблем серьезных нет Будем надеяться, что завтра, послезавтра на весна И словно вереница неудач Постоянные технические сбои и поломки Организаторы с каждым днем прибавляют, прибавляют ритм Организаторы с каждым днем прибавляют километраж Не только техника уже не удерживает Люди будут не удерживать Вчера мы чуть-чуть поспали, часа 2-3, в принципе Остановились Бывает и хуже Некоторые на Дакаре В прошлом я не спал несколько дней Три дня, допустим, вообще не спал Поэтому нормально А то на Дакаре Это же марафон Испытания, и людей, и техники Конечно, не спится Возбуждение до такой степени высокое Что просто глаза не смыкаются Нужно поговорить с штурманом, с механиками поговорить После брифинга тоже пообщаться Что будет завтра То есть мы изучаем трассу на завтрашний день Потому что с утра времени не хватает У нас старт в 6-7 часов утра И если участники гонки действуют далеко за пределами своих возможностей То техника постоянно демонстрировала свое недовольство, работая на износ Поспать не удалось Всю ночь мы возили с машиной Последние 70 километров спецучастка И весь газон еще 160 Ехали вообще без тормозов Механики и все члены команды провели немало бессонных ночей Пытаясь восстановить автомобили для продолжения гонки И в этом весь Дакар Новый день Новые испытания Для нас это хорошая тренировка Хорошая работа Нам нравится такая жизнь Это наша гонка Завтра будет в спецучастке также два И они будут еще сложнее Музыка Музыка Из-за камней многие машины повылетали с трассы, завтра будет еще сложнее. Сегодня убойный спецучасток, парус в обрет. Это такая зубодробилка. До сих пор не вернулись еще шесть экипажей. Участок очень сложный. А ведь там пропасти справа, слева это опасно. Одна ошибка и все. Продолжение следует... Справа гора, слева обрыв. И серпантин такой узко нарезан. Ходом идти, камень в колесо и ты уже внизу. Ощущения не из приятных, но надо терпеть. Особенно, когда видно, что можно улучшить результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень жесткие грунты. Скалы, скалы. Мы стараемся не привозить ремонт, но, к сожалению, это неизбежно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали сюда бороться. И мы хотим сделать хорошую гонку, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изнурительная трасса. Раскаленный воздух. Непокоримая природная природа Аргентина и Чили. Своенравная техника. Все это будто проверяло на прочность всех участников. И вот та самая заветная точка. Финиш ралли-марафона Дакар в Аль-Параисе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом году, вы знаете, была неудачная попытка взять Дакара. В этом году мы его взяли. Не просто взяли, мы его взяли красиво. Большое спасибо болельщикам. Большое спасибо всей нашей стране, Казахстану, за поддержку, за огромную поддержку, которая ощущалась практически ежеминутно. И, наверное, вот он, результат. За время честования гонщиков тот самый бирюзовый флаг Казахстана развивался трижды, гордо знаменуя победу всех трех экипажей, дошедших до конечной точки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большая победа за три Дакара на джипах. Это, наверное, не на верное, это точно самое высокое место. Мы четвертый в классе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дакар пройден. Мы все находимся здесь на финише. Значит, мы в Казахстан приведем еще одни дакарские медали. Это очень радует и приятно, что все экипажи отработали на все 100%. Молодцы ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они рисковали и ошибались. Падали и снова поднимались. Праздновали минутные победы и ночами работали над ошибками. Но все они здесь. Им покорился Дакар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова